Здравствуйте! Вот мы и снова в лобби-холле на телеканале ВЕТТА. Меня зовут Валерий Мазанов. Думать, делать и говорить одно и то же кратчайший путь к достижению цели. Таков девиз нашей программы. В Пермском крае очень много рек, и на них все больше маломерных судов, катеров, яхт и гидроциклов. Обо всем, что связано с судовождением, мы говорим с нашим сегодняшним гостем. Руководитель школы «Профи» Александр Князев. Здравствуйте, Александр Андреевич. Здравствуйте. Школа «Профи» обучает людей, которые хотят получить права на вождение маломерных судов. Я правильно понимаю? Да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о своей школе. Как давно она работает? Ну, мы работаем почти с начала образования вообще вот этой программы обучения судоводителя маломерных судов с 2009 года. Школа «Профи» одна из первых получила лицензию на право обучения судоводителей по категории моторная лодка, катер, гидроцикл. В Пермском крае очень сложно было именно получить хорошее обучение вот по водным видам транспорта. Не секрет, что многие судоводители, имеющие водный транспорт, не имеют прав. Многие даже не знают, что необходимо иметь водные права. Но это называется, значит, не водные права, а удостоверение судоводителя, которые разрешают управлять судами именно тех категорий, на какие они обучались. Все как на машинах? Абсолютно верно. Значит, у нас есть категории моторная лодка, катер, гидроцикл. Нужно обучаться именно по данным видам категории для того, чтобы умело управлять этими судами. Как много людей прошло через вашу школу? На сегодняшний день порядка 600-700 человек примерно с 2009 года. Значит, причем хочу отметить, сдали все абсолютно, кто проходил обучение. То есть не сдавших в нашей школе нет. Потому что, когда я проходил обучение, у нас не было таких возможностей. Мне сказали, что мне помогут получить права. Ну, как помогут. Дали адрес сайта, где есть тема. И сказали, обучишься сам. Приходи, я тебе дам справку о том, что ты обучился. Практики в Геймсе тоже не было предусмотрено. После теоретической издачи просто указочкой по карте показал, как бы я сделал маневр. Что бы я в данной ситуации производил. На сегодняшний день я постарался сделать в своей школе именно такое обучение, чтобы люди выходили уже подготовленные. Чтобы не было таких ситуаций неразрешимых. И не вводило людей в стопор, если они, допустим, столкнулись с какой-то ситуацией. Увидел знак и не знает, что за знак. Ехать или не ехать. То есть мало того, что мы объясняем, какие находятся у нас береговые знаки, плавучие знаки. Чтобы ученики знали, независимо, какими они плавсредственными управляют, чтобы они могли их прочитать. Знали зону действия знака, какой маневр производить. В общем, чувствовали себя достаточно уверенно. Ну, они пришли обучаться, и мы их обучили. И после теоретической подготовки проводим практические занятия на воде. Вот давайте разбираться с этим поподробнее. Сколько времени занимает процесс обучения? Теоретическая программа – две недели. То есть десять тем. После прохождения теоретической программы делается зачет контрольный. И если курсант, ну, я называю их курсантами, сдал зачет, все, мы его отправляем на практические занятия. А где проходят практические занятия? У нас специально оборудована акватория, например, первая. Это выше магазина «Речник». Стоят плавучие знаки, береговые, причал и все виды плавсредств, на которых проводится обучение. Практика реальная. Независимо от умения учеников, добиваемся от них выполнения экзаменационной программы. То есть количество часов нет. Не получилось с первого раза – приходите. Не получилось со второго – приходите. Вот. Особенно сложно, когда девушки приходят. Многим сейчас, как ни странно, дарят гидроциклы, яхты. Ну, машинами уже задарили. Теперь дарят водный транспорт. Она боится воды, она даже боится зайти на судно, бережит, но все равно, значит, что-то пытается. Поэтому вначале на маленькое судно садим, приучаем ее к воде, потом больше-больше, и, так сказать, добиваемся результата. То есть к девушкам, как всегда, нужен особый подход? Наверное, да. Это у нее и девушки. Мы живем в таком климате, что 9 месяцев в году зима. То есть получается, что обучать вы можете, грубо говоря, с апреля по октябрь? По ноябрь. По ноябрь. Да. Первые практические занятия у нас были с открытым навигацией 20 апреля. Спустили на воду плавсредство, откатались, промокли все, замерзли. С утра нормальная погода была, после обеда поднялся ветер. Поэтому не докатали всех, пришлось прекратить. Потому что сейчас вышли регламенты именно по практическим занятиям и по экзаменам. Можно принимать и сдавать экзамены при определенных ветровых нагрузках. То есть если свыше 10-15 метров, это считается уже сильный ветер. Поэтому соблюдаем при обучении все требования. А катеров сколько, на которых задают экзамены, проходят практику? У нас один. Один? Да. Тем не менее, содержать катер необходимо. Необходимо, видимо, какое-то помещение с дополнительными обучающими средствами. Я к чему спрашиваю? То есть все равно какие-то затраты есть? Как дорого обучаться в вашей школе? Ну, ценник нашей школы вроде может показаться дороговатым. 6 тысяч – это категория моторная лодка и катер. 7500 – это моторная лодка, катер, гидроцикл. Если посмотреть в объявления, вы можете увидеть ценник 3-4 тысячи. Может, посчитаете, что вам повезло? Нет, тут есть подводные течения. Ну-ка, поясните. Это школа, которая не имеет именно водной техники и будет привлекать для обучения другую организацию. Сторонняя организация будет максимально выжимать денежки за каждый час. А у нас все входит в стоимость. То есть у нас своя школа, своя техника, своя акватория оборудованная. Вот. И ряд школ пользуются нашими услугами. У нас есть партнеры, но также есть конкуренты. А насколько много конкурентов? Насыщенный этот рынок обучения? Этот рынок ненасыщенный. Значит, те, кто чувствовали себя несправившимися, так скажем, мягко, они ушли с рынка. Есть, которые, ну, каким-то образом используя связи, ерятся на плаву и пытаются, ну, наподобие нашей школы что-то сделать. Но не всегда это получается. Поэтому прямой конкуренции я не ощущаю, честно. Вот. У нас есть еще запас, потенциал, планы, те, которые будем воплощать. И стремиться, так сказать, чтобы быть всегда на высоте. Вообще, я думаю, у вас действительно есть большой потенциал, потому что летом выходишь на берег реки, видишь, как много становится катеров, гидроциклов и прочих плавсредств. То есть люди стремятся быть больше на воде, больше управлять. Но есть у меня большое подозрение, что далеко не у всех владельцев, особенно гидроциклов, наверное, у которых есть права. Вот как бороться с этой проблемой? Я не знаю, как бороться с этой проблемой, потому что в какой-то степени она есть. Существует реально такая проблема. Я ощущаю это на себе, когда во время практических занятий с противоположного берега группа гидроциклистов принимает активное участие в наших тренировочных заездах, но мешает конкретно. Когда останавливаем их и спрашиваем, вы чего нарушаете? Они говорят, а что, нельзя? То есть люди далеки вообще от правил поведения на воде. Категорически запрещено приближаться к зонам массового отдыха людей, то есть к пляжам. Можно маневрировать, независимо, значит, грибная лодка или судно с подвесным или сационарным двигателем, гидроцикл. Запрещается приближаться к буйкам. А у нас получается, что люди на гидроциклах, чуть не наезжая на людей, летают, нарушают правила, ну, как могут. То есть как хочу, так и ищу. Ну, вот на уточнение процедуры, то есть чтобы всем все было понятно, сначала люди обращаются в вашу школу, проходят обучение, проходят практику, а потом сдают экзамен, а никому, вам либо инспектору ГИМС. Вначале, пройдя теоретический курс, принимаем зачет в школе. Если зачет сдан успешно, отводим на практику. Практику прошли успешно, готовлю документы, формируем группу и, как в детском садике, за ручку сопровождаем. То есть вот отличие нашей школы, если мы приняли курсанта, мы его доводим до конечной стадии, именно до получения удостоверения. Ну, экзамен само собой, обязательно. Значит, нахожусь с ними во время практического экзамена, рядышком, курсант управляет, я сижу и за него переживаю, естественно, чтобы сдал. А вообще я слышал, что сегодня, по мере развития технологий, можно пройти обучение заочно, дистанционно, через интернет. Это правда? Да, у нас есть сайт, посредством которого проводим обучение. И именно тех людей, которые не имеют возможности посещать ежедневно занятия. У нас занятия проходят ежедневно, в вечернее время с 7 до 9. Для полноты обучения еще применяется вот это дистанционное обучение, сайт. Каждому ученику даю пароль, логин, он заходит. И посредством изучения тем, ну, будем говорить, домашнее задание, он смотрит, какое было задание. И на этом же сайте есть возможность уже практиковаться, как в ГИМСе, отвечать на заданные вопросы. Компьютер формирует пакет, выдает, и ученик решает. У меня стоит, знаешь, программа обратной связи. Я смотрю, кто заходил, на какие вопросы ответил правильно или нет. И переписываемся, либо созваниваемся. То есть я его контролирую полностью всю работу, заданную на дом. И вот посредством дистанционного обучения, именно, проводим обучение тех людей, у которых нет школ. Ну, допустим, из Чормоза или где-нибудь. Я абстрактно сказал, да. У нас есть в Добрянке школа, но там ценник большой, и поэтому люди выбирают дистанционное обучение. Но это не означает, что вы мне просто записались на курсы, оплатили сумму и все. Нет. Точно так же я приглашаю вас после обучения на сдачу зачета. Если сдали, хорошо. Если нет, то учимся дальше. Я правильно вас понял. Систему эту обмануть невозможно. Даже если ты где-то подсмотрел ответы на вопросы и в течение вот этого дистанционного обучения отвечал на сформированные задания, ты все равно идешь и уже лично сдаешь. Я же не вижу, кто вместо вас кнопки нажимает с той стороны. Все, поэтому будьте любезны, в школу, в любое время, если занятие с 7 до 9, назначают встречу, специально приезжаю и уделяю внимание, значит, по аттестации. Вы сказали, что у вас есть большие планы по развитию. Может быть, поделитесь? Мы с компанией ActiveDrive Yamaha заключили партнерское соглашение. И сейчас, в данный момент, проводим программу «Дарим права». Этого же делать нельзя. А мы дарим права каким образом? Мы не просто их дарим. Мы дарим скидку на сумму обучения. Если вы приобретаете водную технику в ActiveDrive, вам автоматически выдают сертификат на бесплатное обучение в школе профи. Если мой курсант обучился и получил права, ему выдается сертификат на скидку суммы, потраченной на обучение. И он с этой скидкой идет в Yamaha и, заменуясь этой суммой, получает скидку на водную технику. Либо можно заменить, если у вас уже есть водная техника, карту VIP-клиента на расходные материалы. Потому что они все равно потребуются. Это масло в запчасти, якорное шварцовное устройство, амуниция какая-то. То есть, это не какая-то процентная скидка, это сумма в размере обучения. Я считаю, это нормально. И в перспективе, ну, не секрет, Yamaha – фирма, которая имеет лицо и имя. Будем приобретать именно эту технику. Мы уже проводили ряд акций, таких еще, значит, как показ новой техники. Вот новая техника, входят гидроциклы на нашей акватории. Проводим бесплатные заезды для всех желающих. У кого нет прав с курсантом, с нашим, с инструктором. У кого есть права, будьте любезны, попробуйте. А вдруг пригодится, а вдруг понравится. Обслуживаемся также в их сервисах. Очень нравятся вот просто люди, которые проводят обслуживание. Культурные, грамотные. Вся необходимая техника, диагностика, все есть. Вот, поэтому перспективы развития именно в партнерских отношениях. Скажите, по вашей практике, какие темы даются курсантам сложнее всего? Скорее всего, ночная сигнализация. Да. Если дневная сигнализация, она более понятная, значит, есть специальные сигналы, которые применяются на судах, которые заняты какими-то работами. Ну, к примеру, 8 судов заняты водолазной работой, поднимают над мачной два двухсветных флага. Все опытный судоводитель понимает, нужно обходить его стороной, поскольку там внизу работает водолаз. И эти знаки читаются. А вот ночью, мало кто бывает на воде ночью, за исключением рыбаков, которые утреннюю зодьку ждут, нужно прочитать именно те сигналы, которые находятся на судне, расшифровать их и выполнить требования также этих знаков ночной сигнализации. Кроме этого, чтобы определить судно это или просто автомобиль, стоящий на берегу, нужно тренироваться. В общем, ночные поездки, они чреваты очень. И поэтому уделяем внимание именно обучению курсантов, чтобы они различали огоньки судов от огоньков на берегу. Потому что можно запросто спутать. Ну, вот все быки, они горят каким-то определенным цветом и имеют несколько огоньков. А если на берегу стоит, допустим, автомобиль, включил габариты, огни схожие, и вместо того, чтобы выбрать направление, вы упрётесь в берег к тому судну. Да ещё и на скорости. А вы проводите ночные обучения? Раньше мы проводили, но сейчас запретили. Вот не знаю почему. Но эта тема, она требует, так сказать, особого подхода. И всем во время обучения я советую просто, прежде чем выходить в ночное плавание, пройти днём, в сумерках, потом привыкнуть к ночной акватории, сравнить дистанцию, которую вы видели в начале днём. Потому что полностью всё меняется. Очень сложно ориентироваться в сумерках. А ночью ещё сложнее. Александр Андреевич, а есть какие-то правила, которые необходимо знать абсолютно всем, независимо, есть у тебя катер, гидроцикл, либо ты просто вышел покупаться? Если действительно мы хотим привить культуру людей на воде, нужно проводить именно обучение. То есть родители должны детям объяснять, что не надо купаться там, где действительно могут появиться неожиданно вот эти плавсредства. И в той же степени судоводители, особенно скоростных судов, обязаны беспрекословно выполнять все эти правила. То есть не нужно нарушать скоростные режимы, обходить стороной места массового отдыха. И кроме того, для водителей гидроциклов есть правило. Нельзя использовать гидроциклы в необорудованных местах. Нельзя пользоваться гидроциклами в тёмное время суток. Правила есть, они прописаны. Поэтому всё-таки лучше ознакомиться, а ещё лучше пройти обучение. Полный курс обучения. Вот тогда я думаю, что это будет реально и безопасно. Ну что ж, этот ваш призыв, мне кажется, как раз и является той самой логической точкой нашего разговора, на которую все должны обратить внимание. Спасибо вам за интересный рассказ. Успехов вам в вашей работе. И приходите к нам ещё. Спасибо. Пригласить обязательно прийти. С вами был Александр Князев, руководитель школы судовождения «Профи». И я, Валерий Мазанов. Это Лобби-Холл. Смотрите нас на телеканале «Ветта». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин